здравствуйте дорогие мои этот канал заметки нумизмата в гостях у меня алексей приветствую алексей здравствуйте вот и рассказ у нас сегодня пойдет об очень интересной монетки свадебном рубле 1841 года прошу вас да конечно спасибо большое здравствуйте дорогие друзья монет на самом деле интересная и сейчас мы о ней поговорим итак сегодняшний наш выпуск будет посвящен пожалуй самый красивый из всех юбилейных монет российской империи 19 века а именно рублю чеканин по случаю бракосочетания наследника императора николая первого александра николаевича романова с марией александровной врожденной принцессой десендер штатского дома свадебные торжества само собой были грандиозно пышны и великолепны но для того чтобы у приглашенных великосветских и знатных гостей это событие на всегда осталось в памяти для них был подготовлен очень приятный подарок это монетовидная медаль выполнена в трех видах в золоте серебре и меди затем позже был очеканен и рубль впрочем как и медаль не несущий на себе признаков номинала но имеющий некоторые отличия в исполнении от медальных версий вообще-то этот рубль изначально не предназначался к выпуску его в оборот а служил одним из вариантов памятного сувенира и министерство финансов принимала заказы на его приобретение сегодня мы с вами можем наблюдать один из таких вариантов это медальный тип вот мы его сейчас видим с вами на наших экранах и мы давайте с вами разберемся что это за предмет какие он имеет разновидности особенности изучим его слабые места и так портретная сторона рублевый вариант имеет точечный ободок вдоль края медальный же линейный в центре изображение мария александровна и александра николаевича в профиль смотрящие влево сдвоенные портреты частое явление на европейских монетах для российских же это первый и последний опыт ну если не считать конечно совершенно не канонический сдвоенный портрет романовых на рубле трехсотлетия надпись под двойным портретом резал губе имеет несколько вариантов на русском языке и два варианта латиницей увеличенный и укороченный вариант круговая легенда сверху и снизу разделенные розетками в к мария александровна великая княжна мария александровна и в к александр николаевич во всех вариантах одинаково и неизменно портреты очень объемны и выпуклы что несомненно красиво и необычно но именно этот факт как раз является проблемным элементом многие дошедшие до на ширине экземпляры имеют в этих местах довольно значительные потертости что конечно стоит учитывать при оценке предмета когда вы его покупаете или же продаете переходим к ревесу все тот же ободок идущий по краю точечный на большинстве рублевых вариантов и линейный на большинстве медальных версий центр монеты опять же европейская классика замешаны на античных нотках и традициях геральдический щит обвитый венком с начертанным на нем сдвоенным вензелем аэм александр и мария над ним императорская корона справа от щита амур с луком левой руке слева психи с цветком лилии в правой руке под ними дата бракосочетания 16 апреля 1841 год по центром щита с правой и левой стороны на монетных версиях расположены инициалы минсмейстера николая грачева нг на медальных вариантах их нет еще одно отличие рубля от медали на рубле слева от психеи стоит знак санкт-петербургского монетного двора спб а на медальной версии на этом месте подпись медальера генриха андрея ивановича губа и опять же поражает выступающая объемная детализация и она же как и случае с портретом в первую очередь страдает от неправильного хранения и обращения на большинстве экземпляров ангелы держащие щит лишены очертания лиц и мелких деталей рельефа тела что опять же конечно же сказывается на оценке состояния качества гурт гурт монеты в подавляющем большинстве случаев рубчатый а все медальные экземпляры имеют строго гладкий гурт если говорить о более незначительных отличиях то их можно заметить в исполнении мелких деталей реверса листья лилии например на рубле и медали имеют несколько различную форму тираж свадебной монета видной медали согласно каталогом 900 экземпляров тираж рубля по некоторым данным не установленным данным около 1200 штук что вероятно неверно так как рублевый вариант встречается в разы реже а сегодня нам с вами удалось и посчастливилось познакомиться с одним из вариантов этого интересного и редкого памятника как российской нумизомантики в частности так и российской истории в целом на этом у меня на сегодня все до новых встреч подписывайтесь на канал ставьте лайки до свидания а а а Субтитры сделал DimaTorzok